хороший стрелок это идеальный человек который сохраняет самоконтроль над собой он выходит на стрелковый номер становится заряжает принимает положение для изготовки и после команды дай нужно организовать встречу тарелки и дроби вывести в упреждение вот а до этого нужно считать траекторию чтобы стать профи евгений прошел долгий путь и хотя спортивной стрельбой он занимается не так давно с ружьем знаком с 12 лет уже тогда пацаном его брали с собой на охоту по окончании школы евгений поступил в рязанское военно-воздушное десантное служба даже в мирное время оказалось делом непростым евгению было 27 когда он лишился руки у человека внутри всегда есть компенсационные механизмы то есть если он что-то не делать справа он обязательно возьмет свою левую руку заставит ее работать по-настоящему вот собственно я также поступил я немножко усовершенствовал свое оружие там если вы заметили да я использую на цевия специальное приспособление вот это материал velcro или липучка то есть на руке липучка здесь липучка прилепляется отлично держится то есть ничего не мешает мне стрелять на тренировке по стрельбе евгений стал ездить благодаря своему увлечению охоты и поднатаскать точность попаданий да и просто занять себя в межсезонье со своим сослуживцем александром они вместе еще со времен десантного училища евгений приступил к тренировкам получаться стало все лучше и в этом году в августе спортсмена пригласили поучаствовать в соревнованиях на кубок россии в подмосковье где он занял третье место тут же талантливого стрелка из рязани пригласили сборную паралимпийцев московской области мол и снаряжение выдадим экипировку и все поездки сборы соревнования оплатим на это евгений ответил однозначным отказом принципиальная позиция спортсмена представлять именно рязань я здесь учился здесь мой учитель который уже полтора года с нами нет виктор ивановича миронова вот который в общем-то мне объяснил как стрелять куда стрелять как попадать самое главное стрелковый спорт в рязани сегодня переживает свой подъем сильных спортсменов в последние годы все больше буквально за два сезона многие представители региона получили звание кандидатов в мастера спорта а некоторые из них уже планируют в следующем сезоне взять главную вершину эти успехи они обусловлены тем что наш руководитель который который не так давно скончался к сожалению скоропостижный виктор иванович миронов это наш наш учитель человек который давал нам мазы стендовой стрельбы он правильно изготовил правильные правильные вещи нам рассказывал и мы их усвоили и сейчас продвигаемся и делаем хорошие успехи в минувшие выходные евгений гамеза в общем зачете занял второе место в соревнованиях посвященных памяти виктора миронова своего учителя здесь на родном для себя стенде в своем классе среди рязанцев он пока единственный хороший стрелок у нас и в общем зачете и в своем классе это евгений гамеза он молодец и очень хорошо продвигается вот в этом сезоне он попал на пьедестал на кубки на кубки страны и своим примером евгений демонстрирует сдаваться никогда нет причин все я бы очень хотел чтобы все инвалиды которые мы сейчас у нас появляются да они узнали от том что есть такой способ реабилитации это занятие пара трапом пара трап это стрельба на траншеи для инвалидов то есть у нас есть три категории это спортсмены с поражением верхних конечностей так называемая сг у спортсмены с поражением нижних конечностей сгл и спортсмены стреляющие из коляски инвалидной то есть сгс вот в этих трех соревнованиях проходит ну на международном уровне то есть в саудовской аравии были соревнованиях хоровых хорватии часто проходят в италии ну то есть в общем у меня мечта как-то постоять за россию на таких соревнованиях лау